всем привет сегодня мы продолжаем очередной выпуск мир тяжелой атлетики сегодня мы в хьюстоне 40 километров то есть от хьюстона предыдущий ролик мы снимали в зале в котором есть автоматические камеры наблюдения персональный вход душ много перца много платформ много штанг сегодня же мы приедем в рабочий зал который работает уже 27 лет это обычный гараж в котором есть четыре помоста есть необходимые штанги есть блины с которого вышло 7 участников чемпионов мира по юниорам и два олимпийских участника пойдем когда мы напросились на встречу к тему здесь главным тренером и принципе единственный тренер тим сворс он горю ребят вы это очень хорошо конечно но вы не ожидайте что здесь будет что-то конечно такое чрезвычайно потому что гараж сделано моими силами помосты сделаны моими силами оборудование куплено за мои деньги все что есть то есть единственное что у меня много чего и есть чем похвастаться это большим количеством детей которые тренируются у меня и которым это нравится поэтому зайдя в этот не могу назвать его гаражом но это это реально зал трансформированный зал в котором я впервые за много-много лет почувствовал запах детства это запах пота это запах железа это запах той атмосферы когда очень много спортсменов на одном квадратном метре еще не до конца понимают что они делают но они повторяют друга за другом и хотят быть первыми и так с чего начинаем ремни я не знаю сколько их но их там достаточно и ими пользуются всех кто хочет стойки вот все как в детстве стойки сделаны своими руками мы даже делали себе стойки когда я как я помню сами самостоятельно нам привезли дерево мы его сами сколачивали сами выбирали высоту то есть и знали ценность этим стойкам и за ними очень хорошо ухаживали то есть это не стойка это блинты блины самое первое что поразило наше внимание это вот эти вот блины которые я не знаю сколько они весят где-то порядка там килограмма это детские блины для того чтобы оттачивать техник дальше блины вот сергеем обсуждали что то количество блинов которые здесь есть во много раз больше чем то количество которое есть имеет на своем балансе институт физкультуры в киеве при том что это все куплено за свои деньги поэтому как мы буквально полчаса мы обсуждали об этом зале и самое интересное что не важно где ты тренируешься неважно в каких условиях но очень важно если ты занимаешься тяжелой ответкой чтобы минимум была штанга и были диски потому что верить в мотивацию и смотреть на фотографии и сменить штангу и представить как ты ее поднимаешь это конечно хорошо но желательно что ты еще конечно и чувствовал количество штанг я думаю что для того чтобы покрыть потребности этого зала ориентировочно четыре помоста я думаю этого количества штанг достаточно при том что здесь есть детские штанги вот детская штанга там есть детские штанги то есть достаточно детских штанг и здесь тренируется порядка 50-60 человек каждый день единственное что у них разделяется один день не взрослые тренируются другой день них тренируются дети по блинам я сказал стойки обратите внимание на стойки то же самое сделано вручную хенд мэй когда мы пришли сюда когда здесь было много детей киперэкстенса стояла на улице все и делали на улице потому что здесь просто попросту не хватает места скамья для жима лежа также стояла на улице они это все выносят выносят на улице тренируются на улице тем кому надо там подкачаться все остальные тренируются здесь градусник сейчас показывает порядка 80 но когда мы пришли когда был разгар тренировки здесь было порядка девяносто трех по фаренгейту это где-то там от 30 до 35 градусов по цельсию крыша так она горела что здесь было такое ощущение как будто можно заносить веник и можно легко париться доска с подъемами штанги там доска здесь опять же все как в детстве большое количество штангеток на одной полке каждый приходит берет те кто именно это в основном для детей потому что все остальные которые приезжают на машинах они возят с собой штангетки чтобы хотелось бы еще сказать тренере который здесь работает и который все это организовал сам по себе он занимался очень долго американским футболом после того как он завязал купил дом открыл здесь зал и начал тренировать детей говорит получает этого масса удовольствия при том что я уже на пенсии и основном основной мурот деятельности который не в принципе не подвязан по то чтобы заработать деньги в основном только для удовольствия он тренирует в этом зале развивание на голове нелепих витинская арендуют муси байай бай One soluтои а а I didn't have a coach, so when I was involved in university sports, American football, we had a strength and conditioning coach who came in who happened to be a really good technician, and he taught us some of the movements. When my football career was over, I decided, well, you know, I understand what this did for me, and I wanted to work with, I wanted to make money training people, so I was at the university level for a few years. I did some things with the National Football League here in Houston, professional football. This was just a passion of mine. So I started in the garages. I didn't want any overhead. It's not a big place. It's a functional place. You have to be creative to do what I do in a garage because you saw yourself, all the kids, four different workouts going on at one time. But I've gone and paid the price to learn, plus going to Ukraine, going to Russia, Latvia as a coach, Latvia, Edward's a friend of mine, and developing myself as a coach, plus reading as much as I could to learn myself. So basically that's how it started. There's been a lot of people come through here. Not all of them are champions, but the ones who have stayed, I think, have become good people and have been successful doing whatever their goals were. This particular garage has had 49 national U.S. champions, seven junior world team champions, and we've trained Olympians here, plus professional athletes, fighters, wrestlers, and people that have been involved in other Olympic sports. После визита в этот зал, мне приятно вспомнился тот зал, в котором я начинал свою спортивную карьеру. И в очередной раз убеждаю, что важны не условия, а важен человек, тренер, для которого этого не просто, для которого это не просто работа, а это его жизнь, это его хобби. Поэтому хочется верить в то, что таких людей будут становиться все больше и больше, потому что благодаря именно таким людям спортсмен идет на тренировку и спортсмен в дальнейшем завоевывает медали. Всем пока, до новых обзоров. One, two, three. Run!